Абрам прогуливается с Сарой по Одессе, проходят они мимо ресторана, и Сара говорит, ты чувствуешь, как приятно пахнет? На что Абрам отвечает, ты хочешь мы еще раз пройдем мимо этого ресторана? Здравствуйте, отзывчивые и приятные зрители проекта Вайкра! С вами Хана Зельцер, и в этом видео мы с вами разберем, почему мы не кушаем в обычных ресторанах, почему мы не едим свинину, почему разделяем молочное и мясное, что такое кашрут и почему мы его соблюдаем. Кашрут это еда, продукты питания, которые по еврейскому закону пригодны в пищу. Слово кашерно можно перевести как можно, пригодно, разрешено. Откуда появились законы кашрута? Что и как кушать написано в Торе? Это прямое постановление Всевышнего. В книгах Вайкра, кстати, так называется наша платформа, в главе 11, и в книге Дворим, главе 14. Звучит это примерно так. И говорил Господь, обращаясь к Муше Иоарону, сказав им, вот животные, которые можно употреблять в пищу, ну и дальше перечень животные, которые нам можно кушать. Ну а Тору, как известно, еврейский народ получил через Муше от Всевышнего на горе Синай. Но и тут еще не все. У нас есть письменная и устная Тора. Письменная Тора это пятикнижний Моисея, а устная Тора это то, что передавалось из уст в уста, от учителей к ученикам, от родителей к детям. Но мы знаем, что наш еврейский народ пережил свое время и переживает очень много трудностей и потрясений. Именно поэтому мудрецы постановили записать устную Тору для того, чтобы знания не потерялись. Устная Тора помогает нам понимать закон еще лучше, уточняя и объясняя нам его. Дальше. Почему мы, евреи, соблюдаем кашют? Вот некоторые предположения. Первое это влияние на душ. Рамбан, великий знаток Торы, исходя из отрывка в Торе, в котором написано «И не оскверняйте душ ваших и не будете нечисты, как они», он постановил, что когда мы кушаем, например, мясо диких животных, то мы можем становиться похожими на них в плане жесткости и такой агрессивности. Он объяснял, что кашют непосредственно влияет на нашу душу. И благодаря кашюту в нас раскрывается потенциал к изучению Торы, нам легче учиться, мы больше и глубже понимаем. Второе это польза для тела. Рамбан, великий знаток Торы. Первый был Рамбан, который говорил про влияние на душу. Первый был Рамбан, а это Рамбан. Это тоже врач, великий знаток Торы. Он говорил о том, что кашют полезен для тела, потому что Тора нам дала подсказки, внешние признаки животных, которые говорят нам, какие да, полезные для тела, а какие нет. Третье, кашют как способ защиты от ассимиляции. Дело в том, что мы всегда живем и жили в среде других народов. И очень часто во время застольев и пиров мы не могли присутствовать там или же употреблять их еду и вино и вместе с ними веселиться. А как вы знаете, еда и такие душевные посиделки очень сближают. Именно кашют помог нам не ассимилироваться и остаться еврейским народом. Кашют как доказательство того, что Всевышний сам нам дал эти законы кашюта в Торе. Потому что в те времена, когда Моше получил Тору на горе Синай, это был Ближний Восток. Они еще ни народ, ни Моше никогда не были ни в Антарктиде, ни в Африке, ни в Европе, ни в Украине, нигде. И поэтому они не могли знать, какие животные, какие птицы водятся, какие точно есть виды, перечисленные в Торе. Именно поэтому это прямое доказательство того, что мы получили эти законы от Всевышнего. Ну и последнее наше предположение, это то, что кашют как способ проявления гуманности и морали. Потому что животных нам нельзя убивать с жестокостью, а только гуманным способом шхитования, о котором мы будем говорить в следующих лекциях. Все, что я сейчас перечислила, это всего лишь предположение. Поскольку законы кашюта, то бишь хуки, они входят в разряд непостижимых человеческим разумом законам. И поэтому мы соблюдаем их, независимо, логично это или нет. Просто мы соблюдаем, потому что нам так сказал Всевышний. Например, когда мы болеем, мы идем, обращаемся к врачу. И врач нам выписывает какое-то лекарство, выписывает какой-то рецепт. Мы же не начинаем проверять, а все ли там правильно, сомневаться в его словах. Мы доверяем врачу, мы хотим излечиться. И поэтому мы делаем то, что нам говорит врач. Так и мы. Мы доверяем Всевышнему. Мы хотим сделать ему приятно. И поэтому мы соблюдаем кашрут, независимо от логики и пользы. Ну и в завершение я хочу кратко перечислить основные принципы кашрута, которые мы будем разбирать в следующих видео. Только некоторые виды животных и птиц кошерные. Более того, чтобы мясо этих животных было кошерным, оно должно быть правильно зарезанным и обработано. Дальше. В этом мясе не должно быть крови, потому что по еврейскому закону евреям запрещено употреблять даже капельку крови. Кстати, именно поэтому даже яйца мы должны кушать, проверяя в них наличие крови. Дальше это рыбы. Кошерная рыба вся, у которой есть одновременно признаки кошерности, это наличие чешуи и плавников. Все остальные обитатели водных глубин, такие как мидии, устрицы, краби, креветки, кальмары, не кошерные. Нам запрещено употреблять их в пищу. Дальше. Мы не употребляем молочные блюда с мясными. Более того, даже посуда для них должна быть отдельно. Фрукты и овощи разрешены пищу все, но нужно проверить их на наличие там насекомых и жучков, потому что насекомые жучки мерзли для нас, и мы не можем запрещено употреблять их в пищу. Но в Израиле фрукты и овощи поддаются еще неким законам. Вот, надеюсь, это было полезно. Хочется еще сказать, что когда мы, еврейский народ, получил Тору на гре Синай, мы сказали Всевышнему, на сейванишма. Мы сначала сделаем, потом послушаем. Поэтому, если вы ищете повод или какой-то толчок начать соблюдать кашрут, то пусть это видео станет таким небольшим напоминанием о том, что уже можно начать. Ну, а как правильно это делать, вы узнаете из серии этих видео. Спасибо большое за это видео. Если у вас остались какие-то вопросы, комментарии, пожелания, вы можете писать в комментариях под этим видео, а наша командовая игра с радостью вам ответит. Пока-пока!